Друзья, всем привет еще раз всем моим подписчикам. Напоминаю вам, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. И как мы вам и обещали, мы пошли в лес. После таких дождей мы думали, что мы найдем все-таки грибы. Вооружились мы камерой, вооружились ножиками, корзинками для того, чтобы все-таки их найти. И вот приехали. Приехали на наши места. Лес, конечно, за лесом, честно говоря, мы очень скучили уже. Хотя летом надо быть в основном на речке, но лес это прекрасно. И вот сейчас я вам покажу тишина. Друзья, тишина такая, что прям давит на уши. Тишина. Что мы видим? Мы видим, бегают букашки всякие. Таракашки. Очень много поет птиц. Ну, прекрасно. Лето. Лето. Лес, конечно, не сухой. Влага есть. Но грибов пока мы не нашли. Мы пробежались пока по нашим местам. Те места, которые мы знаем, мы грибов не нашли. Единственное, что разочаровало, конечно, это безхозяйственность людей. Те, которые вот какие-то клиники выбросили. Очень много бутылочек из-под каких-то препаратов. Мы увидели. Ну, плохо то, что люди выбрасывают мусор в лес. Не такой он большой этот лес у нас, чтобы еще и бросать сюда мусор. Все-таки есть коммунальная служба, которая вывозит очень много баков мусорных, куда можно выбрасывать мусор. Но, тем не менее, почему-то люди считают, что лучше всего выбросить его в лес. Лучше всего выбросить в какую-то рощицу. Это очень-очень печально. То, что сколько мы не говорим об этом. Но, тем не менее, в городах нас травят наши производители металлопродукции. В данном случае я говорю о Днепропетровске. А вот именно те небольшие кусочки эко-природы, небольшие кусочки вот этой растительности, которые нам дают кислород, которые нам дают воздух чистый, который будет и для наших детей, и для наших внуков и правнуков сделать бы жизнь лучше, хотелось бы. Но наши все-таки люди, может быть, и не наши люди, это есть люди, они считают, что мусор можно вынести и выбросить здесь. Те, которые живут здесь рядом, они не понимают, что все-таки живут в прекрасной, в экологии. Вот вы посмотрите, какая прелестная экология. Здесь прекрасные дубовые рощицы. Я как раз хочу показать вам дуб. Мы хотим насобирать листиков дуба. Очень дает такой вот, когда закрываешь огурцы и добавляешь дубовый лист, такой вот огурчик становится хрустким таким и твердым. И вот именно дубовый лист придает вкус огурцу соленому и маринованному. Ну, мы любим соленые огурцы. Дальше я вам покажу. Может быть, мы еще что-то и найдем. Пока я вам показала эту эко-природу, я показала, что лес, лес прекрасный. Тишина, тишина, друзья, давит прям на уши. Прям хочется. Вот где можно отдохнуть от шума этого, это в лесу. Покажу дальше, друзья. Может быть, мы что-то и найдем. Будем надеяться. Мы любители тихой охоты, охоты за грибами, поэтому ходим и ищем по нашим старым местам, те места, которые мы знаем. Ходим и ищем. А вдруг где-то, вдруг где-то найдется. Сейчас идем, здесь такие есть болотистые, болотистые места. Сейчас зайдем, посмотрим. Наверное, мы все-таки ошиблись. Дождь поливал город, но не поливал лес. Вот эта речушка, которая была в два раза выше. Видите, вот видно ее берега. Она уже высохла, пересохла. Вот это. Поэтому, наверное, здесь мы даже поганок не увидели. Наверное, все-таки дождь поливал города, но не поливал лес. Вот здесь мы раньше все время собирали грибы. Здесь много таких болотистых мест. Но даже сюда я зашла и покажу вам. Воды нет. Я так думаю, что все-таки грибы, наверное, где? На Западной Украине. Там, где их заливает. Но и то, и в этом не уверена. Очень сухо. Это какое-то грибовидное существо. Мы его не знаем, поэтому не берем. Я говорила, что нет и поганок. Но вот что-то такое есть. Друзья, мы все-таки нашли маленького подберезовика. Вот здесь была когда-то лужица. И он возле нее, наверное, ему хватает влаги. Так, вот он. Видите? Прекрасный маленький подберезовик. Красивый. За счет того, вот ему здесь хватило, значит, ему здесь хватило влаги. Вот такой красавец, молодой. Молодой, показываю вам. Видите, у него, почему называется подберезовик, он под березку маскируется. Как березка, ствол у него. А шляпка, как сухой листик березки. Мы поехали в лес. Потому что погода в этом году, все мы видим вот такая интересная. Весны не было, нормальной весны. Зимы не было. И вот сейчас такое впечатление, как прям осенняя погода. Пришло похолодание после дождей. И стала... И вот такая вот осенняя погода действительно. Поэтому мы поехали, мы смотрели по гидрометцентру, что здесь идут дожди. Именно вот здесь, в этом лесополосе, назовем ее так, да? Потому что, ну, это маленький лесочек. Маленькая такая вот экофлора леса. Поэтому мы решили, что все-таки грибы должны быть. Но хочу сказать, что, наверное, самый лучший гидрометцентр, это наша Буся собачка. Если кто помнит, напоминаю вам, что там, где я снимаю Буся, Буся это наш самый лучший гидрометцентр. Именно она рассказывает, когда дожди идут, когда их нет. То, что мы здесь посмотрели, мы видим пересохшие болотистые вот эти вот места, пересохшие речушки. Вот это место, почему я вам показываю это место, здесь мы нашли весной очень много белых грибов. А когда приезжали второй раз весной, мы тогда нашли здесь очень много белых, но уже очень старых и червивых грибов. И вот был вот этот вот запах, когда мы зашли на эту полянку, здесь был запах такой гнили. То есть, когда белые грибы гниют, здесь слышно все. И тогда мы нашли очень много белых грибов, но они уже были плохие. То есть, если бы мы эту площадочку увидели раньше, когда на неделю раньше, мы бы здесь нашли очень много белых грибов нормальных. Нормальных, то есть молоденьких и не червивых. Вот это именно площадка там, где они растут. Я сюда пришла, я прошлась по всем местам, там, где я их видела, где мы им оставляли. Дальше для того, чтобы они развивались и рассыпали свои семена, как они разрастаются. Вот одни ученые говорят, что корнями, одни говорят, что спорами. Поэтому споры мы оставляли. И мы пришли посмотреть, нет ли их. Нету, друзья, нет. Нету грибов. Я не знаю, бросают там, что вот пошли грибы после этого. Вот мы на это, наверное, и поймались. Мы решили все-таки проверить то, что вот кто-то бросал. Ууу, мы нашли такие вот белые грибы. Нет, друзья, мы нашли маленького подберезовика. Вот, все, что нашли. Друзья, и вот мы дома, а грибом мы так и не насобирали. То, что все говорят, не надо верить. Лучше проверять, конечно. Грибов в лесу нет. Грибы все время бывают. У них грибной сезон. Грибы бывают, когда это два сезона. Весна это, когда их немного, и осень это, когда много грибов. Поэтому будем ждать осени теперь, а летом, как положено, ходим на речку. Друзья, кто забыл подписаться, подписывайтесь на мой канал. Будем дружить, с нами интересно. Всем хорошего дня! До встречи! До встречи!